В этом уроке мы научимся оптимизировать данные анимации в 3ds Max. Продолжим с того, на чем мы остановились в прошлом уроке. Мы остановили анимацию там, где нам это было нужно, на 140 кадре. Но посмотрите, сколько много у нас получилось ключей. Представьте, если бы анимация была продолжительностью в 1000 кадров или больше. Если бы нам был бы нужен ключ на каждом кадре, то размер файла значительно бы увеличился. Вместо этого давайте изучим один инструмент, который оптимизирует нашу функциональную кривую, но при этом сохранит качество нашей анимации. Выделим контроллеры, правой кнопкой перейдем в редактор кривых. Здесь, выделив предварительно все анимированные треки, можем перейти в Curves, Simplify Curves, упростить кривые. Имейте в виду, что в данной анимации порог 0.5, поле Threshold, удалит сразу много ключей. Если мы нажмем ОК, то взгляните, сколько много ключей ушло. У нас вообще пропали параметры анимации лопастей. Давайте анимацию проиграем. Получилось, что со значением 0.5 у нас вышел не самый лучший результат. Вернемся к нашему графическому редактору и теперь немножко уменьшим это значение. Снова вернемся к вкладке Simplify Curves. Давайте возьмем значение 0.1. Теперь нажмем ОК и видим, что сохранилась не только наша работа, но и все нужные ключи на своем месте. Уберем редактор кривых и проиграем анимацию сначала. Лопасти у нас работают хорошо и весь корабль, в общем-то, тоже отлично смотрится. Итак, мы научились работать с инструментом Simplify Curve, упрощение кривой, который отлично помогает оптимизировать нашу анимацию.